Продолжаем тему ядерных пугалок, которые, естественно, связаны с Российской Федерацией. Тут дело в том, что Путин постоянно повышает градус напряженности. Во все услышание говорит и Путин, и же с ним, то есть кремлевские халуи о том, что вот-вот и ударят по Европе, например, ядерным оружием. Но появилась информация, что совсем недавно путинский режим передал ядерные ракеты белорусскому диктатору Лукашенко. Речь идет о тактических ядерных ракетах «Искандер», которые Лукашенко чисто теоретически может применить против стран Евросоюза. Да, в частности, против Польши, по крайней мере, сам Лукашенко так открыто на это намекает. Зачем Путин подарил Лукашенко ядерные ракеты, и стоит ли это воспринимать действительно как угрозу ядерной войны? Давайте разбираться вместе. Владимир Путин снова поднимает градус ядерного напряжения. Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Накануне он подарил Беларуси ядерное оружие. Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Это ракетные комплексы «Искандер». Мы получили такие комплексы, как «Искандер». Особо опасное оружие. Оружие действительно опасное. И, в принципе, о его размещении в Беларуси говорят последние полгода. Пункты размещения ядерного оружия полностью готовы месяц назад. Большая часть ядерного оружия перемещена в Беларуси, находится в Беларуси. Поэтому новости здесь нет. Скорее всего, Путин и Лукашенко хотят эту информацию раздуть. Цель сегодняшней войзни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И у них это получилось. Когда нет новостей, всегда можно поговорить о ядерном оружии. Очередное заявление Лукашенко о получении ядерного подарка из России крутят все мировые СМИ. Впрочем, в этом нет ничего странного. Ведь едва ли не впервые за все время Александр Лукашенко заговорил об алгоритме его применения. Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только в согласии президента, там министр обороны, начальник генерального штаба задействовал в каждом своей функции. Это серьезный звоночек от Кремля. Ведь голосом Лукашенко на самом деле говорит Путин. Мы знаем, насколько это сейчас важно, актуально и для Беларуси, и для России. А значит, заявление Лукашенко стоит анализировать как послание Путина. Значит, на Кремль у него месседж. Спасибо, Вова, мы с тобой. Да, мы самые верные союзники. На внутренний рынок у него месседж. Все будет хорошо, я обеспечу вам мир. У нас теперь есть ядерка. Мы ядерная держава, поэтому нам ничего не страшно. Отдельный месседж был сделан и на внешний рынок. То есть в сторону Европы и Украины. Все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Считается, что ядерное оружие диктатора Беларуси смотрит даже больше в сторону Польши, нежели Украины. Могут направить против Польши. Лукашенко заявил, что Путин подарил ему ядерные ракеты. Хотя, если взять во внимание последнее заявление Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, то всякое может быть. В том числе использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Ну, раньше, что кроме ядерного пока. В любом случае, Лукашенко не может себе позволить самостоятельность. Ну, я так думаю, что основные коды доступа, которые уже запустят все остальное, будут, я думаю, в Кремле. Но про это Лукашенко не говорит. Путин, как и Европа, воспринимает Лукашенко, как обезьяну с гранатой. Ну, никогда в жизни Вова в его руки такую игрушку окончательную и бесповоротную, без собственного контроля не отдаст. Просто если Вове нужно будет пульнуть тактической ядерной боеголовкой с территории Беларуси, он это сделает и скажет, что это не я, это Саша. Поэтому убеждение белорусского диктатора о том, что он сам все решает, это стратегически слабый ход. Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только в согласии президента. Его уже нельзя отменить. Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Тем не менее, крайние заявления Лукашенко восприняли как никогда серьезно. И никто не может сегодня с уверенностью сказать, что таки да, этих два умалишенных при поддержке той же Северной Кореи, Ирана и при подзакрытых глазах Китая не устроят еще одну войнушку в Европе. Европа будто бы понемногу готовится к неприятностям. Ну, все готовятся на всякий случай к войне. Вон там, Литва, что там у нас, 600 бункеров будет оборудоваться, рыть на границе с Белоруссией и Россией. И только один Лукашенко, похоже, не понимает, во что его втянули. Если вы даже посмотрите на все эти прогнозы с западной стороны, то там везде фигурирует, что белорусская армия воевать не пойдет. Но с территории Беларуси будут вестись боевые действия. И все это говорят как один. Тогда что такое Беларусь? Правильно, полигон. В то же время наращивание ядерной угрозы может быть попыткой усадить Украину и страны НАТО за стол переговоров. Но что именно задумал тандем Путина и Лукашенко, разгадать на 100% вряд ли получится. Военный аналитик Иван Ступак присоединяется к нашему эфиру. Иван, рады приветствовать. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, студия. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что согласились присоединиться к нашему эфиру. Иван, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какова вероятность того, что Искандеры, способные нести ядерные боеголовки, уже находятся на территории Беларуси? И тут еще один важный момент. Какова вероятность того, что самопровозглашенный президент Беларуси действительно контролирует эти процессы? Давайте с того, что начнем. Они там есть. Вернее, называлось «Мы туда привезли, мы там разместили». Называлось несколько локаций на территории Республики Беларусь, где якобы находится это ядерное оружие. Мое глубокое убеждение, что там, по крайней мере, в начале размещения не было ничего. Что там были либо пустышки, либо просто была импровизация. Сейчас не готов сказать. Нет никакого смысла размещать на территории Республики Беларусь ядерное оружие. Путинскому, 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 Гринлевскому диктатору. Зачем? Угрожать странам Запада? Так вот есть Калининград. Там можно разместить. Это еще ближе, еще глубже. Можно Скандинавии угрожать. Беларусь не выглядит серьезно. Возможно, это была по просьбе очень долго, очень настойчиво, настырно со стороны белорусского диктатора. Дайте мне что-нибудь, пусть у меня тоже будет. Я хочу быть защищенным. Возможно, Путин на это пошел. Ну, еще раз. Такое убеждение, что все-таки могли пустышки сделать, могли сделать импровизацию. На самом деле никто не знает, есть ли там ядерное оружие. Да, вот войска эти есть. Это управление Минобороны, которое опекается ядерным оружием. Да, срочники охраняют. Да, белорусские войска охраняют внешний периметр, внутренний периметр. Их близко не подпускают. Ядерное оружие не подпускают. Потому что это не просто вот тебе чемодан, вот тут открываешь кнопку, вот тут пальцем тыкаешь, куда ты хотел, чтобы прилетело, и все. И компьютер сам все сделает. Нет, это серьезная инфраструктура. У белорусских военных такого опыта, знаний нет. Туда их не допустят. Кнопку Лукашенко точно не дадут. Но, возможно, на что Лукашенко рассчитывает, что раз ему привезут, то никто уже не заберет. И в случае проигрыша Российской Федерации все останется у него. И он такой вот, знаете, мне оставили машину в гараже, крадену построжить. Воришка попался, а машина осталась мне. Я сейчас оформлю ее как свою собственность. Да, такая очень интересная параллель, интересная аллегория с вашей стороны. Тут очень четко вы подметили. Скажите, пожалуйста, а вот в целом мы уже сегодня в эфире телеканала Freedom обсуждали, как северокорейский лидер тоже начал использовать вот эту ядерную риторику. Обострилась ситуация на территории Беларуси, заявление Лукашенко. В целом вот этот вот фон ядерной угрозы сейчас по состоянию на начало 2024 года на каком он этапе? Это все еще остается такой фон или все-таки можно говорить, что угроза ядерной войны сейчас вышла на некий новый уровень, по вашему мнению? Ну, я не смотрю на ядерную угрозу. Ну, давай так, в Украине мы это слышали в первые месяцы вторжения. Вот в мае месяце 2022 года, когда Путин привел к повышенному боеготовности войска ядерного сдерживания. Все там, все цели определены были. То есть мы это уже переварили, мы это уже пережили. Ну, я не знаю людей в моем окружении, в окружении моих родных, близких, которые пукаются ядерной угрозой. Да, неприятно, но вот такое, что все, упали на задние лапки, ну нет, такого нет. Что интересно, я общался некоторое время назад с немецкими обозревателями. Мне интересно было их мнение. А как в вашем немецком обществе воспринимается ядерная угроза со стороны Российской Федерации? Как это? Ну, чисто по-человечески. И все как один говорят, слушайте, мы тоже на это не обращаем внимания уже. Да, там первые заявления были очень неприятными. То есть сейчас мы просто пропускаем это мимо ушей. Да, мы что-то пишем на эту тему, но какой-то паники в обществе нет. То есть мы на это вообще даже не оглядываемся. Опять же, ядерное оружие, оно, это как, знаете, опять элегориями пойдем. Это когда ты знаешь, что у противника за спиной, за поясом есть пистолет. Вот это внушает еще какой-то страх. Но только он его достал, то страх проходит, и ты начинаешь уже действовать в интенсивном режиме, в кризисном режиме. И сам, например, даже руководитель Китая, Син Цзиньпинь, тоже заявлял, что ядерное оружие – это вещь, которая остается неиспользованной. Да, все знают, что у тебя есть, все понимают, но использовать – нет. Никогда не должно оно быть использовано вообще, кроме как учения. Иван, в таком случае какая реальная угроза, военная угроза сейчас исходит от Республики Беларусь в связи с тем, что ее возглавляет самопровозглашенный президент Лукашенко, который, по сути, является марионеткой Путина. Ну, он живет в своей реальности. Без преувеличения. Это не пропагандистский клише. У него своя реальность. Ему делают фильмы о том, как Украина передает сотни единиц вооружения через границу Республики Беларусь. Какое-то стрелковое вооружение, взрывчатку. Мне понравилась формулировка задержания вот этих вот якобы людей, комитетом госбезопасности Беларуси. Для того, чтобы убивать государственных деятелей Республики Беларусь и журналистов. А я сразу же апеллирую. Секундочку. Ну, в Украине, как и, я уверен, в России тоже, и в соседних странах. Вот если просто выйти на центральные улицы и начать спрашивать, а кого они знают из государственных деятелей Беларуси, кроме вот этого вот престарелого таракана, никто, никого не знает. Там нет ни премьер-министра, ни главы парламента, ни министра. Все ноунейм. Кого там убивать? Журналисты, кроме вот этого оголтелого озаренка, так вот, не совсем в уме, тоже никого не знают. Поэтому, еще раз, он варит за своей кашей. Ему хочется показывать свою значимость, важность, что его принимают, его слышат. У страны Африки летают, он в хоккей играет. Пропаганда им дифферамбов. Поэтому, ну, еще раз, внимание на него, я думаю, не стоит обращать вообще. Иван, вот по вашему мнению вообще сейчас, мы прекрасно понимаем, что с первого же дня полномасштабного вторжения, вот эта вот связка двух диктаторов, Путин и Лукашенко, ассоциировалась вполне справедливо со злом, смертями, убийствами и так далее. Вот сейчас, когда мы стоим на пороге начала третьего года полномасштабного вторжения, Лукашенко и Путин, они способны еще на некий неприятный сюрприз, скажем так? Или же они будут вести ту свою, назовем это так, подлую деятельность преступную, которой мы уже все, украинцы, по сути, привыкли? Я вижу, что это вот собака за забором, она продолжает лавить, но ничего, я думаю, сделать не планируют. Потому что, обратите внимание, в последний год такая вот, да, информационные всплески есть, там, как он называет, по Ивову Зеленске, я ему говорил, у них все развалится, то есть вот такие вещи есть, но, слава богу, хватило ума перестать давать территорию России, Белоруссии для обстрела территории Украины, потому что, еще раз, Беларусь это 500 километров с юга на север, это ни о чем для современных беспилотников, дворец независимости находится еще ближе, то есть вот такой неосторожный ход, я уверен, Лукашенко сам чудесно дает себе отчет, что вот Украина в 22-м году и Украина в 24-м году, это две разные Украины или три разные Украины вообще, что Украина это не простит, никто не будет замалчивать или проглатывать эту обиду или снова вторжение, мы помним, какая у него роль была, но если он попробует сыграть заново в эту карту, то ему придется очень сильно пострадать за это. Поэтому я думаю, что он занял политику такую, я здесь вот в стороне, я продолжаю какую-то риторику, продолжаю вас там всех ненавидеть, показывая, что я островок стабильности здесь, но в то же время каких-то откровенных агрессивных ходов не наблюдается. И последнее, было подсчитано, что на территории СССР сейчас в целом осталось, приблизительно, это же внешние подсчеты, только две тысячи российских военнослужащих. То есть рассматривать какую-то угрозу с территории РБ, я думаю, не стоит. Пока, пока. А стоит ли белорусам рассматривать реальную угрозу со стороны Российской Федерации? Чем сегодня Беларусь для Российской Федерации является с военной точки зрения? Это область, это часть Российской Федерации. Ну, как бы обидно для граждан Беларуси это звучало, но так это воспринимается, потому что силовики чувствуют себя очень комфортно, уверенно на территории РБ, российские силовики. В любой момент, в любой момент может снова возникнуть история, так, нам нужно разместить, не знаю, 10 тысяч российских военнослужащих, потому что у нас нет полигонов, нам нужно вот все шандайки, им дадут. Помните история с Вагнеровцем? Строили лагерь на 10 тысяч человек, потом переиграли, все убрали, там не нужно. У Лукашенко зависел. Я напомню, по итогам 22-го года белорусская экономика зависела от российских на 60%. Там прогнозировалось, что на конец 23-го это будет 70%. Статистику не посмотрел, но интересно глянуть, я думаю, что окей, не меньше, чем 60%. Поэтому как скажут, так и будут делать. Да, действительно так. Ну, знаем, что слова, которые заявляют Лукашенко и Путин, на самом деле мы к ним опять-таки привыкли уже с первого дня полномасштабного вторжения, поэтому будем держать руку на пульсе событий, с вашей помощью, естественно, в том числе. Иван, спасибо вам за этот анализ. Иван Ступак, военный аналитик, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Спасибо. Спасибо.